Лето этого года без катаклизмов не обойдется, обещают синоптики. Жара начала июля немного спала, и впереди у нас несколько дней комфортный плюс 25. Тем не менее, расслабляться рано. В августе синоптики обещают рекордную жару в плюс 34-35 градусов. Такая погода может вызвать тепловые удары. Как правило, они заканчиваются потерей сознания. Любая потеря сознания, ей предшествует некий предвестник, то есть появляется головокружение, темно в глазах становится. Человек понимает, что ему плохо, и в этот момент нужно попытаться просто присесть, если рядом с тобой никого нет. Потери сознания могут сопровождать судороги. Через какое-то время человек приходит в себя, но у него при этом повышается температура, возникает головная боль, тошнота и рвота. Помимо теплового, на жаре может быть и солнечный удар. Он возникает, когда человек долгое время находится на солнце с непокрытой головой. Поэтому совет носить головной убор летом как нельзя более, кстати. Солнечный удар, он как правило проявляется тоже головной болью, повышением температуры, тошнота, рвота и резкая вялость, слабость. Если в вашем присутствии просто кто-то к вам обратился, что стало плохо и тут же потерял при вас сознание, значит тогда, конечно, лучше в тень, потому что и сами вы пока будете ждать, например, приезда скорой, вы на солнышке можете получить тот же солнечный удар. Ну и холод на голову, холод на лоб. Также можно смочить волосы. Любая влажная поверхность на ветру охлаждается на 2-3 градуса. Если человек не потерял сознание, надо дать воды. В жару люди стремятся поближе к водоемам. Загорая, надо обязательно пользоваться солнцезащитными кремами, иначе есть риск получить солнечный ожог. Особенно в возрастном периоде людям, которые уже имеют какие-то пигментные пятна, пользоваться солнцезащитным кремом должны все молодые люди и дети в том числе. Если у кого-то склонность к образованию родинок или появлению родинок очень большая, значит, солнцезащитные кремы 50+. Причем количество крема должно пополняться в течение дня, если человек все время находится на солнце. Если вы все-таки обгорели, поврежденную участок кожи нужно охладить. Если получите общий ожог, то к вечеру у вас может подняться температура, появится головная боль и тошнота. Кожу можно обработать пантенолом. Но не наносите на это место жирный крем, иначе ожог будет усиливаться. Чаще принимайте прохладные ванны и прикладывайте влажную ткань.